Доброго времени суток, дамы и господа, на ваших экранах ДБД, и сегодня у нас на повестке дня, безусловно, самый жуткий, самый мрачный маньяк под названием Дредж. Переводим на русский, переводится это как грязь. Вот эта вот жуткая субстанция, это воплощение темных мыслей когда-то процветающей общины. Дредж способен телепортироваться между шкафчиками и окутывать карту всепоглощающим мраком, а настоящий имя убийцы Дрюэни. Обилка у него называется Царство Мрака. С помощью данной обилки, грубо говоря, грязь может окутать всю карту мраком и сурвы будут бегать как будто в темноте. Это очень даже необычный, очень уникальный и очень даже мобильный маньяк. Сложность у данного маньяка умеренная, скорость 4,6, радиус террора 32 метра, рост высокий. Скажем так, этот маньяк очень хорошо закрывает палетки. То есть он идеально контрит тот или иной объект и, как уже по описанию вы успели заметить, этот маньяк может телепортироваться через шкафчики. Если сурв в этот момент будет сидеть в том шкафу, куда телепортируется Дредж, он автоматом захватит его и отправит на крюк, скажем так. Сурвы могут закрывать шкафчик один раз. Но опять же, для грязи это не преграда. Замок на шкафчике можно уничтожить обычной атакой, то есть М1. Использование, скажем так, вот этого телепорта через шкафчики заполняет шкалу ночи. Вот эту вот обилку, скажем. Но быстрее, кстати, всего она заполняется, когда мы наносим выжившим хит, либо вешаем их на крюк. Также Дредж может в этих, скажем, объектах, в окнах или там палетках, где пытаются мансить сурвы, может создавать некую оболочку. То есть, с помощью этого он фейкует, мол, он в любой момент может вернуться в ту оболочку, где он ее поставил. Но опять же, выжившие могут это контрить, они могут уничтожить эту оболочку, коснувшись ее. На самом деле, в теории звучит это все очень запутанно. Давайте посмотрим на практики, не буду вас томить, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Семейная резиденция поместья Ямаоки. Ну что, грязь? Давай наведем здесь кипиша. По перкам я взял оставить лучший напоследок, стойкий, ярость духа и вот этот уникальный перк данного маньяка под названием Растворение. Так-то мне не нужна эта одержимость. Испроставить перк называется оставить лучший напоследок. Вот видите, уже закрыли шкаф и базовую атаку мы смогли спокойно сломать. Хватит чинить, вы все здесь останетесь со мной на этой карте. Мэг что-то прям закружилась, замоталась, куда бежать? Тебе не жить, подруга, лови хит. Обратите внимание, как сурвы на самом деле очень сильно нервничают и теряются против этого маньяка. Все-таки до усрачки даже внешний вид пугает этого мана. Вокруг, видите, сурвов на иконках идет некий таймер, когда начнется ночь. Ночью, кстати, вот дредж перемещается быстрее. Перезать шкафчики. В шкафу можно вот так вот сидеть, наблюдать за процессом, что происходит. Ну, это ноглое вообще, прям продолжают чинить. Тебе вообще ничего не смущает? Молодец. Вот оно и сработало растворение. То есть, грубо говоря, этот перк ломает палетку, если сурв ранено перепрыгивает через нее. Очень такой прикольный перк, как по мне. И подходит буквально практически каждому ману. Ну, в счет не будем брать какую-нибудь медсестру. Там, в принципе, данный перк ей бесполезен. Опа. Мышка пряталась, она ловит хит. Ну, снять успеет, но сама же ляжет. Это явный размен. Какая же прикольная анимация, когда наш маньяк поднимает сурвазь земли. Так, куда бы нам портнулись? Давайте вот к тому дальнему гену. Проверим его. Уведомление о том, что буквально сейчас наступит ночь. Возвращаемся назад, потому что у этого гена, а точнее у того шкафчика ничего не происходило. И вот инстинкт убийцы ночью, когда мы в шкафу, нам подсказывает, где находится ближайший сурв. Ага, видите, как они в страхе продают палетки. Теперь, видите, таймер идет обратно, это... Ты думал, что я тебя не слышу, что ли? Как ты в этой палетке хилишься. Медьмачка! Ты что-то тут явно забыла. Ну, тут она далеко не убежит. Орех! Конечно, конечно. Я этого ожидал. Пойдем на крюк, дорогуша. Тем временем у нас уже шесть жетонов на остальных, лучше напоследок. Так вот, про что я говорил, таймер обратно у иконок сурвов идет, это значит обозначение, когда закончится ночь на карте. Плюс, видите, сурвы, скажем так, в ночи слегка подсвечиваются белым свечением, тем самым это удобно. Так, лучше обнаружить сурва, допустим, в тех же кустах. Давайте переместимся. Уже поднимем Нэк Томас, отправим ее на крючок. Опа! Правильно, правильно, валите отсюда. Мне нужно было, чтобы этот крюк освободили, и я мыгушку повесил сюда. Как они прям ген чинили? Прям так и хотят его зачинить. Блин, моя одержимость. Лучше по Мэг ударим. Тем самым у нас восемь жетонов. Просто я напомню, если мы ударим одержимость, у нас наоборот отминут два жетона. Опа! Что-то прям вы тут все собрались. Да, я слышу тотем где-то здесь, в кустах. Подушить нафиг. С помощью данного тотема, как минимум, они хилиться. А там, смотри, какие перки они взяли. Ага. Паленку сразу сбрасывает и... Ты что делаешь, подруга? Она что-то прям, то ли назад не смотрит, то ли мискликнула, а зачем-то прыгнула обратно. Прям буквально мне на руки запрыгнула. Говорит, маньяк, забери меня! Хорошо, ведьмачка, я согласен отправить тебя на крюк. Ломаем эту палетку нафиг. И у нас тем временем уже ярость духа заряжена. А это значит, можно танковать палетку, она попросту сломается сразу же. И вновь сейчас будет ночь. Ну вы что, Мэг? Хотел так прыгнуть в окно, и, видимо, понимаете, что... А, все равно хит-то да пробью, а надо было прыгать. Хотя бы перетянулось в бой до лачуги, но... Это ошибка. На тот свет, Мэг. Плюс этот ман в каком-то смысле... Пофиг на эти жетоны, давайте уже бить и держим. В каком-то смысле инвизны, он от невидимости играет. Потому что в ночи у него нету террора полностью. Тебе вообще ничего не смущает? Продолжай что-то чинишь. То ли самоуверенное, то ли бессмертное, непонятно. То ли глупое. Блин, тут крюк сломан. До этого донесем. Какие проблемы. Какая же прекрасная у вас зачинка, а? Нафиг этот тотем. Проверим тут. Ага! Спасибо инстинкту убийцы. Не, ну это в каком-то смысле очень даже такой читерный ман. Ага, скидывай. Блин, надо было танчивать. Ярость духа ведь заряжена. Что-то это панол. Сейчас вот тут попробуем. Она просто скинула и даже не посмотрела иду ли я с той стороны за ней. Прощай. Так, проверим тут. Посмотримся по сторонам. Кто-то здесь чинит. По следам видно, сурф свалил. Опять наша одержимость, а? Мне не выгодно тебя бить, но уже в целом конец игры и вряд ли они тут затащат. Отдыхай. Ну-ка. Портнемся туда. Проверим, где у нас последний сурф. Проверим, где у нас последний сурф. Этот ген, что ли, чинит? Никого не вижу. Опа. Нашлась пропажа. Ярость духа. Минус палетка. Да, а вы как думали? Я подготовился не просто так. Блин, зря, наверное, я рано так выпрыгнул. Можно было попробовать прям префайром чуть позже выпрыгнуть и убить ее. В итоге она, видите, скинула палетку и сейчас попробует, видимо, поднять нашу одержимость. Поэтому будем поджидать ее здесь. Где она? Так, это одержимость тут наша стонет. Ага, видел. Видел тебя, дорогуша. Наперед. Портнемся. Она по-любому сейчас будет бежать сюда. Мы ее отловим. Я знал, я знал, что она будет перетягивать сразу в другую половину карты. Ей уже пофиг на одержимость. Она хочет сама спастись, спрятаться и в люк уйти. Но никто от меня не уйдет. Так, ну, вот такая первая каточка. Ни одного гена не дали. Недопытно. И при этом у меня не было перков на регресс генераторов. Давайте, пожалуй, у второй каточки как раз что-нибудь на регресс возьмем. И не дадим сурвам также завести ни одного генератора. Детский сад Бетхама, Спрингвуд. Сейчас мы с вами одели скин, который состоит из частей кукол. Выглядит это действительно жутко. Сейчас мы будем пугать этих детишек. По перкам я взял чертик, секущий крюк, разряд и подрыв. Все против генератора. Опа. А-а-а. А ты как думала? Будешь спокойно тут рассиживаться. Расслабив булочку. Ты видишь, что бегаешь, блин, Мэк Томас? Вновь она нам попалась. Только она одета прям как спортсмен. Ты че? Думаешь, тебе Мэйн спасет? Орех? Ожидаемо. Пойдем на крючок. Так. Ну-ка, переместимся в этот подвал. А? Закрылись, да? А я тут. Вставляем черта. Ломаем замки. Ты, блин, старалась, закрыла прям все шкафчики. Думала, что это ее спасет. Какая же глупость. Ну, на самом деле, конечно, это задерживает мана. На пару секунд, чтобы можно было перетянуться. Опа. И вот возвращаемся в оболочку и наносим хит. Про что я и говорил. Этот манк очень хорошо контролирует ситуацию в палетке. Сейчас попробуем в 360. Сдам! Хо-хо! Ну, согласитесь, это был топовый мув. Она не могла понять, откуда прилетит удар. Сзади я буду заходить? Или все же я протанкую палетку? Что в целом я и сделал только в 360. Опа. Вот это она зря. Не нужно так перечить и спешиться попросту продавать такую ценную палетку. Нейка, зачем ты это сделала? А-а-а! Что, в подвал, что ли, бежит? Там есть еще одна хорошая палетка. И, скорее всего... Ты в шкаф решила сесть. А я смотрю, следы идут не к палетке, а куда-то к шкафам. И самое интересное, у ближайшего они заканчиваются, следы. Там, видимо, быстрые цихии. Обычно в этой связке еще я беру напролом. Вот просто она не успела меня ударить. Ага! Снизу чиним, да? А, причем у вас тут двое. Оставляем черта. Пускай они тут дальше стараются чинят. Ага, 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 ага! Блин, как так? Если бы она, наверное, попыталась бы закрыть шкаф, анимация у нее была бы, я в этот момент бы ее схватил бы. Чуть-чуть вот, блин, на секунду раньше, наверное, приместился бы. Ага. Думает, что ей палетка поможет. Но она тут успевает. А нет! Игра считает, что хит тут должен пройти. Я думаю, что не получится пробить. Ну, кстати, они стараются. Обратите внимание, куда бы я ни допыхался, какому-либо гену, они везде чинят. Просто невероятный регресс происходит с помощью моих перков. Я не даю им нормально чинить. Так, послушаем. Ну, вроде как тут никого не слышу. А значит, перемещаемся в мейн. Хм. Ну, внизу вроде ген откатывался. Что тут происходит? Ломаем. Тоже позакрывали тут шкафы. Вот тут кто-то явно сверху чинит. Сюда прям чё-то обгоним. Блин, даже звук от, скажем, от этих кукол скрежет, вы слышите? Невероятно прикольный скин на этого мана. Ух ты, закрутило. Что, я не попал прям? Ай-яй-яй. На самом деле, какая-то неопределённость у меня произошла. Кого из них бить? Ну, попроверим. Ага. Чиним, да? А вот зря чиним. Кстати, есть вероятность, блин, что я сейчас не донесу её до крюка. Видите, сурвы подставляются. Попробуем до вот этого крюка донести, но вряд ли, вряд ли. Почему я не понёс до правого? Вроде он был ближе. Там сурв бы подставился. Поэтому я не стал вести. Но ничего страшного. Ну, команда борется. Старается. Не сдаётся. Орех? Уж больно ты его рано прожимаешь по-другому. И теперь уж точно я отправлю тебя на крюк. Чё там происходит? Где-то на первом этаже. Что самое интересное, когда дрейдж перемещается, он слышит в том или ином месте, где находится суд. И вот, видимо, где-то на первом этаже в том доме, но нам не нужно на этом зацикливаться, искать. Нам нужно реализовывать свои перки, вставлять чертов и попросту подрыв реализовывать. Ну, тут... Да. Это мёртвая палетка. Я её прекрасно понимаю. Подловить сурва тут весьма просто. Не понимаете, я не определился, на какой крюк тащить, а значит, я её до вот этого не донесу. Сбрасывай нафиг я. Пока что разберёмся с вот этим сурвом. Блин, ну, в целом они правильно делают. Против дрейджа нужно бросать объект и бежать как можно дальше. У, бедненькая. В тупик себе загнала. Потому что, видите, она увидела то, что я создаю оболочку, буду фуиковать и пытаться закрыть её в этой палетке. Она сразу её бросает. Что в целом правильно делает. Не нужно пытаться в объекте переиграть дрейджа. Это не так уж и просто. Тут два сурва у нас, да? Говорит, инстинкт. Ну, тут Мэг погибает. Там, конечно, орех откатился. Ага. Который она юзает слишком рано. Хорошая сурва, прям, ну, знаете, ждут долго. Тут же она очень рано прожимает. Она сдалась, походу. Даже, видите, не двигается. Конечно, она вырвется, пока я бью. Но ничего страшного. Она далеко не убежит. От тебя повесим. От тебя на соседний крюк. У-у-у. Осколок. Что это за мух такой? Она сделала вид, что она сдается. И при этом поражала осколок. И вот про что я и говорил. Осколок сейчас настолько бесполезный. Вот далеко она смогла убежать после стана. Ну, типа, за что так разработчики убили данный перк? Три секунды стана. Она не смогла далеко убежать от меня. Здесь прям полная тишина. Перемещаемся в мейн. Вот, кто-то раненый вот когда летели мы. Явно кто-то раненый тут был. Видимо, теперь этот сурф явно сдается. Видите, стоит на месте. Я даже добивать ее не буду. Сначала нейку попробуем закрыть. Опа, ставим вот эту оболочку. И видите, правильно она делает, сразу перетягивается. Но тут, конечно, она не добегает до палетки. А сурф упал вот эта глубокая рана, я смотрю, которая сдался. Но это как эгэп. Это прям 100%. Вновь 5 генов. Опа, стоп. Вижу мэг. Не вижу препятствий. Зачем ты пытаешься поднять? Орех. Рана как-то она прожимает. Она же сдалась. Мне тут было видно. А теперь все, можем на крюки насаживать как шашлик на шампура. Не, прикольный маньяк. Честно говоря. И в принципе в освоении несложный. Поэтому мне кажется новичкам этот маньяк в целом подойдет. Мэг, а ты как думала? Ух ты, еще один осколок. Серьезно? И что? Ты думаешь, что убежишь от меня? Я могу наперед портнуться в шкаф. Опа. Не, а вот грязи не убежать. Пойдем на крюк. Нет смысла бороться против меня. Вот, видишь, твоя подруга сдалась. Она же сейчас врываться не будет. Да, забавно, забавно. Еще одна, можно сказать, легкая победа в нашем кармане. Посмотрим, что будет в третьей карточке на карте Кротус Прэн. Отделение для буйных. псих- псих-лечебницу Кротус Прэн. На этот раз я взял такие перки, как Тонатофобия, Небрежный мясник, Порча-игрушка и Пентимента. На самом деле, это очень противный билд для сурвов, который будет заставлять их хилиться, ломать Порчу. И как вы уже успели заметить, у нас сразу ночь. Это специальный аддон. Ага. Ошибаемся, да, Дэвид Кинг? Прямо сразу так скидываешь палетку. Замок нафиг ломаем. Ну-ка, попробуем все-таки нанести тебе хит, Дэвид. Ты что, думал, я попросту сломаю палетку и уйду отсюда? О, аддон подставляет спинку. Ну, на самом деле, для нас это хорошо. Мне на радость нанести хит, чем больше хитов, скажем так, и раненых сурвов. Блин, пытался переиграть, но, увы, не вышло. Так вот, чем больше раненых сурвов, тем больше штраф от Танатки. Они брежный мясник. Стой дальше палетки. Все-таки инстинкт убийцы мне говорил о том, что ты стоишь и ждешь. В итоге нанесли ранение, уже три сурва раненых, уже неплохой штраф. Так вот, небрежный мясник, скажем так, заставляет сурвов хилиться на 25% дольше. Это связка как раз идет специально к Танатке. Вот этот сурв очень любит сидеть и ждать в палетке. И хорошо продает, кстати. Хм, я думал, она в палетку пойдет, а она просто прямо побежала. Ну, тогда ложись, отдыхай и ореха нету, как ни странно. Адочка, я смотрю, захилилась. Завели ген, то есть им пофиг, что у них Дэвид Кинг раненый, их тоже топит ген вовсю-то, посмотри. Ну что, Дэвид, пора расплачиваться за наглость. А на этот раз он сразу кидывать в палетку не стал. Хорошо, давай пофигуем оболочкой и... Блин, ну, на самом деле очень очевидно, что у него будет крепкий орешек. Он его применил в принципе неплохо. Получилось нам только наложить глубокую рану. Опять Ада подставляет спинку. С одной стороны, я говорю, она молодец, с другой она бы лучше чинила и ранение по другому сурву. Для меня это в данном билде очень даже хорошо. Ну что, Ада, все-таки ты теперь у меня ляжешь и отдохнешь, раз не хочешь, чтобы Дэвид Кинг был на крюке. Отдыхай. Порчу игрушку они чуть-чуть хотят ломать. Этот ген давайте откатим. Понятное дело, что Дэвид Кинг наглый бы тут не сидел, дальше ничего не было. Он тут, походу, в мэйне. вон он. Два сурва в мэйне и Дэвид собирается снимать. Не позволим ему. Хорошо, надо учесть, что у него крепкий орешек. Это очевидно, потому что это его перк. Я до последнего шел, танковал данную палетку, ждал орех, а он просто взял и продал палетку. Может быть, конечно, кулдауни крепкий орешек. Опа, наперед телепортируемся к нему. Здесь еще одна палетка. Продавай, продавай. Я не против. А сурва-то не снимают. Стадию продали, адочки. Ай-яй-яй. На, по часикам. Она не просто так остановилась, мол, ну давай, и что ты мне сделаешь. Глубокую рану наложить тоже неплохо. сурв будет тратить время хилиться. Опа, Дэвид, опять ты за этот ген взялся? На этот раз я твой орех не куплюсь. Странно. Я уже файковал, что буду бить, и все равно он не применил ореха. Очень странный сурв. Где надо, он не применяет орех. Самое интересное. Откатываем этот ген. Отлично. Вот. Работает наш билд. Ломают порчу игрушку, и на это место мы ставим пинцемента. Тоже накладывает штраф. Как раз таки, по-моему, сначала на прохил. И на починку генератора тоже. Там, в зависимости, сколько жетонов накопаешь. Понятное дело, чем больше жетонов и тотемов, тем лучше. Не, ну борется команда, надо признать. Безусловно, они хотят победить. Это видно. Опа. Попалась. Ты думала, я тебя не замечу, подруга? Так, сняли дувида. Сразу примещаемся. А, у вас тут двое. Это гибкость, что ли, была? Мне показалось. Ну, тут стопроцентный хит в окно. И сейчас все раненые. О, все-таки пинцемента мне выпилили. Ну, ничего страшного. У тебя, по-моему, не было орехов. Да. С легкостью прям ложиться. Поднимаем с матушки земли и отправляем на вторую стадию. В итоге одну из ада вонг не сняли. Они троем остались. Ну-ка, проверим ген в мэне. ну, кто-то его явно тут лупит. Ну, давно уже ушел. Опа! Как я удачно спрыгнул на тебя. И вновь все раненые, дикий штраф. Противный, противный билд, я представляю. На заметочку возьмите, данный билд подходит на самом деле многим манам. Правильно, то, что ты сползла вниз, мне проще будет тебя донести как раз-таки до подвала. Она по-моему, тоже отправляется на тот свет. И мы остаемся против двух сурвов. Ну, тут уже шансов на победу их уже нету. Один ген дали, и на этом все. Ну-ка, тут посмотрим. Откатим ген. Вообще, конечно, против такого билда, если вы видите порчу игрушку, потому что обычно ее берут с пенсимента. Не ломайте! Я понимаю, что да, у вас террора нет, не будет от мана, но уж лучше так, чем пенсимента. Отжигают они тут свой тартен дара. О, вот видите, вот опять порчу игрушку кто-то сломал, еще посмотри, дэвид. Мы еще воткнем пенсимента сюда. Ну что, дэвид, сейчас попробуем себя тут в этой конструкции переиграть. Ага, сидит, ждет меня в палетке. Сразу скинул ее. Ай-яй-яй. Опа, здорово. Ломаем нафиг замок этот. Сейчас попробуем выбить из тебя орех грамотным путем. Ага, ага, не, он, кстати, молодец, молодец. Он прям в упор подбежал к окну. Обычно ман всегда прям будет бить в окно. И он только тогда прожал орех. Он думал, что я буду пробивать в окно. Но я ждал именно орех. Хотя, опять же, он мог фыкануть, он мог не вообще не прижимать орех и прыгнуть в окно. Я бы тогда в лузерах остался. Так, где последний сурф? Ну, он раненый. Я думаю, мы его слышим. Ага, все. Нам известно, где он. Идет снимать. А мы к нему навстречу идем. А, она захилилась. Ну, в любом случае, тебе не сбежать. Полстожопенькая. Тут без шансов. попытка снять. Да не успеешь, он уже кисает. Да, все-таки у нее действительно гибкость, мне не показалось. Ну, и тут палеток нет. Тут она ложится. Она фонариком мне напоследок щелкнула. Так, ну что, следующую каточку тогда мы с вами посмотрим момента моря данного маньяка. А пока что в течение трех каток мы прям явно доминировали над сурвами. Прям без шансов на победу. Заброшенная скотобойня ферма Coldwind. На этот раз мы с вами попробуем вот такой вот билд. Это Детище Тьмы на угол обзора слежка и наказание на уменьшение террора и слегка увеличение угла обзора. Угасающий свет она же лампа. Это как раз таки нам лучше не трогать нашу одержимость а точнее не вешать на крюк. И аварийная кнопка чтобы закрывать гена скажем так после повешения. Ага. Значит она будет меня обузить в этом объекте хотя хрен бы с ней тут прям в наглую два сурва чинят. Так сразу скинула палетку. Хорошо я это учу. Обычно тут в этом объекте обузить она попросту продала очень красивую палетку. Ну допустим вернемся в скотобойню. Да здесь явно кто-то бедген. Ну слушайте ребята прям настроено чинить я вижу. Блин это наша одержимость. Ну пожалуй дадим хит и бросим ее. Что сколько она хотя бы хилилась тратила время но вешать мне невыгодно. Мэг как-то прям пытаешься зачинить этот ген от этого надо выбить иначе она мне тут будет долго обузить в этих окнах. Еще и дотронулась до гена чтобы он не откатывался. Ой какая наглая тут палетка. Скинет скинула но с помощью оболочки мы переиграли ее и нанесли хит. отлично ну давайте еще разочек пнем ген чтобы откатывался и посмотрим что у нас вот тут происходит ага тут кто-то успели закрыть и тоже кто-то топит ген Джейк Парк сразу скидывает но на самом деле я его заставил скинуть палетку заранее замахнулся что ты думал я не слышу как ты пытаешься одарить этот тотем даром похилиться она захотела не 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 отлично первый жетончик у нас в кармане аварийный кнопчик сработал ген закрылся ну-ка попробуем блин но они на самом деле даже не пытаются бороться с моей оболочкой которую создаю не попросту сразу кидают палетку и очень сильно хотят прям завести ген скотобойни по-моему гибкость у нее да а вот здесь вот так можно бить да ты не знала что ли подруга опять же это одержимость мне ее лучше не трогать ну как на зло я попадаюсь именно на нее разочек конечно можно ее повесить опа джейк здорово все таки вышел я на тебя и тут топит ген везде куда бы я ни перемещался они заводят прям активно гены ну-ка сюда блин это наша одержимость опять япона мать да как же нам не везет давайте хотя бы заставим чтобы она эту палетку продала сломаем замок и ну хорошо среагировала скинула палетку но сколько они палеток уже на этой карте продали с такими темпами их вообще не останется и в них будет проблема давайте все-таки одержимость нашим повесим на крюк да нам не дадут жетон но самое главное чтобы одержимость не умерла если она умрет то дверка деактивируется и бесполезно чтобы нам копили какие-то жетоны джекларк ты как-то случайно всегда мне на глаза попадаешься а тут у нас палетки нету ой хорошо неплохой муф то есть применение ореха и потом он хотел мне закрутить я на это не купился второй жетончик карман тот ген блин мэг топила надо его проверить да его активно причем топит почти прям завела на 99 вот вроде ни одного гена не дали но все генераторы горячие обратите внимание нафиг пушим этот тотем все-таки она его видеть одарила своим даром скажем так замки ломаем где-то здесь она в полегке стоит опа а вот так не надо стоять либо скидываешь либо обузишь бегаешь в этом объекте а вот так выжидать типа мана потому что вдруг по реакции не среагируешь и не вовремя не скинешь полезку вот и мэг за это поплатилось 3 жетончика ну на самом деле когда уже где-то 4 жетона становится уже чинить сложно штраф высокий спинку подставляем давай тогда за тобой пойдем у нее по-моему гибкость была да ну да она как-то мне кажется быстро перетянулась в эту палетку вот почему она сразу кидает палетку я не понимаю я только создаю оболочку она сразу ее скидывает это неправильно лежать пойдем на крючок четвертый жетончик получим сейчас и все-таки один ген наверное они сейчас заведут по таймингу потому что смотрите везде гены заводят везде и какой-нибудь один они сейчас точно заведут сдается но я дальше бить не буду это моя одержимость не из-за милосердия а из-за того что просто одержимость я сейчас повешу она сдастся на крюке и умрет и у меня минус перк джейк парк ловите мы нашу одержимость которая сдалась оставим на мементе море мы ее замементим в конце ой-ой-ой какой же ты прям а-ля крутой он сделает что типа я такой ну я сдаюсь а потом он взял и применил орешек он думал что я вот возьму и замахнусь а я ждал я ждал этого мува ушла я все равно его повешу да все таки удается им завести один ген пока что на данный момент может быть еще заведут потому что везде активно заведет заводка но тут все до свидания без огласки был перк подруга ты либо играешь либо нет а то смотрите сняла сурва хилит его при этом видели она сейчас стояла и даже не пыталась бороться куда-то убегать джейк на тот свет тем временем 6 жетонов все они уже не зачинят генераторы вот этот ген проверим опа здесь кто-то есть мэк ну они неплохо играли мне прям даже жаль что все у них идет по поражению так но гибкость явно применила она вперед попробовать портнекс она явно покинулась катобой да вот он убежит и развернулась сразу рано вот 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 смотрю спешу очень ага сейчас окно уже закроется все да три раза активно прыгнула быстро все окно закрывается это это уже сто процентов хит палетку влачуг они не продали но она влачугу и не спешит идти тут тоже палетки нету ну это все ко мне 7 жетонов это по факту мы сейчас максимум набьем 8 жетонов на лампу которая уже в целом нам уже не нужна но набить 8 жетонов это на самом деле непросто на данный перк задачка не из легких опа я видел ее ну давай влачуге побегаем а все таки палетку тут не продали ну допустим как ты сейчас будешь бороться посмотрим вот я поставил оболочку и серьезно она сразу продает я даже не вернулся к оболочине зачем так там палетки нету подруга там если только в окно она прыгнет а тут как раз таки наоборот она есть мэг ведь не удалось скинуть палетку ну-ка как сейчас вот она будет действовать орех прямо в меня что-то поспешила поспешила она явно я так и не понял у этого сурва и гибкости орех что-либо или мне показалось на секунду что у нее гибкость была ну все получается полетели к нашей одержимости сейчас ее замементим только нужно подождать чтобы сурв на крюке сдох в целом я скажу это очень даже сильный ман подходит для новичков потому что в освоении он легкий он несложно абсолютно очень жуткий такой мерзкий потому что таких манов в игре вот знаете который нагоняет жуть очень мало и мне очень понравился этот ман надеюсь вам тоже сейчас мы с вами донесем сурва в такое удобное место он все равно не вырывается лачуги замементим ну и в целом надеюсь вам понравился обзор на этого маньяка подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии ну и всем удачи всем пока жесть ну это реально очень жесткие элементы и поглощает субтитры